о друзья мои это козырно он еще автоматически работает он начинает моргать я правда не знаю зачем это нужно ну-ка я сейчас функцию переключу вот так всем привет друзья мои с вами дивер и в сегодняшнем видео я хочу вам показать свое новое приобретение приобрел на свою лодку навигационный огонь фишка этого навигационного огня заключается в том что его не нужно подключать не к двигателю генератору никакому либо другому аккумулятору никакой сети подключать его не надо этот навигационный огонь имеет систему зарядки или от солнца или от ветра также вместе с этим навигационным огнем я приобрел еще кое-какие крепления для своих видеосъемок скажем так вспомогательное оборудование для своей видеосъемки но это вспомогательное оборудование пригодится не только оператору или человеку кто любит снимать какие-то фильмы или делать какие-то фотографии возможность этих креплений но просто разнообразная применять их можно куда угодно и для чего угодно и так друзья мои давайте рассмотрим все это дело поближе довольно таки полезные вещи я думаю каждому из вас будет это интересно итак друзья мои это навигационный огонь lanako ls 003 вскрываем его и наблюдаем вот такую интересную лампу вот такой фонарь это система зарядки от ветра это от солнца навигационный огонь этот очень удобен один прибор несет в себе несколько функций кормовой свет белый свет охват 135 градусов огонь правого борта зеленый с охватом 112 градусов свет левого борта красный свет также с охватом 112 градусов давайте сначала посмотрим что входит в комплект в комплект входит фонарь пульт управления крепежи на дугу на таргу с разными вкладышами в комплект идут болты которыми мы как раз скрепляем наш крепеж также в комплект идет вот такая конструкция на двухстороннем скотче мы можем вот сюда приклеить и вот такие антенки три антенки для чего они нужны эти как ни странно антенки обеспечивают определенную защиту от чего же скажу вам сразу от птиц если бы этих антенок не было бы птицы могли садиться на эту поверхность клевать повреждать соответственно как отсюда ни к чему хорошему это не приведет но если мы устанавливаем вот такую конструкцию то птицы уже сюда не будут садиться также в комплект идет вот такая прокладочка устанавливается она вот сюда вот так навигационный огонь может крепиться во внутрь вставляем нужном вкладыш по диаметру забегая немножко вперед покажу вам вот это крепление это крепление также на дугу на таргу куда угодно на какую-либо трубу имеет зажим и отдельно я приобрел еще себе вот такое крепление это как раз крепление и идет для фонаря здесь имеется на этом крепление поворотный механизм мы можем как угодно его поворачивать под каким нам нужно угол вот такие два вида крепления митер будет отдельно я приобрел от компании борика вот такое крепление с таким держателем и в комплекте соответственно шли вот такие крепления и так в комплекте есть пульт само устройство может работать от пульта режим мерцания бортовые огни зеленый правый борт красный левый борт переключаем от пульта мерцание идет по круговому сигнал состок понимаю наверно просто огонь кормовой свет в качестве подсветки просто горит не моргает выключили еще раз вот такое мерцание по кругу со всех сторон сзади белый свет левый борт красный свет зеленый свет правый борт еще раз нажимаем задняя часть отключается и остается только правый и левый нажимаем еще раз мерцание полностью по кругу идет вот такой сигнал сос тоже мерцание нажимаем еще раз просто кормовой свет просто светится ними не мерцает выключили также можно управлять и на самом фонаре кнопка включения выключения и режимы включаем а сейчас мы выключили он был включен если мы его выключим полностью от пульта мы включить не сможем включаем и выбираем нам нужные режимы можем вручную если пульт у нас накрылся отключили задние огни вот такое мерцание сигнал соса так понимаю просто по кругу свет и в режиме ожидания все он вроде бы как выключен но не светит теперь можем от пульта включать и выключаем ну что друзья мои вот такой навигационный огонь я себе приобрел я не особый любитель заморачиваться с кем проводами с кем-то зарядками и меня этим очень устроил на самом деле внешний вид этого фонаря на картинке мне сначала не вызывал никакого доверия но увидев его на выставке я его друзья мои решил приобрести не сразу приехал домой проконсультировался еще с народом и все-таки я его взял в планах еще взять второй огонь зачем второй огонь просто для красоты наверное у меня будет на тарге стоять справа и слева один ну а по качеству друзья мои прибор я вам скажу так внушает доверие он довольно таки увесистый сделан довольно таки качественно давайте я вам покажу его поближе эта система зарядки от ветра здесь он заряжается от солнца как вы видите все все сделано довольно таки качественно также довольно таки качественно сделаны сам пульт вот я вам поближе покажу штатное системное крепление с разными вкладышами потолще или потоньше на разный диаметр труб вот эта система отпугивателя очень кстати недурно придумано также приобрел еще вот такое крепление и вот такое крепление на трубу крепление зажим я уже про него снимал видео отдельно решил показать вам здесь еще зажимается тоже крепление на любую дугу таргу кенгурятник на машине и устанавливается сюда вот камера то есть сначала мы ставим сюда вот такой держатель к примеру вешаем на багажник машины на кенгурятник машины и устанавливаем камеру камера надежно закреплена также можно на таргу лодки установить докупил себе еще пару тюбиков клея отвезу знакомым в подарок и оставлю себе для крепления площадок я себе приобрел вот такие площадки вот буду клеить их на борт также я себе приобрел вот такие платформы они клеятся могут вот так на борт лодки вот такой зажим в этот зажим вот он как работает вставляются разнообразные вот такие всякие крепления вот такое крепление для камер которое имеет систему поворотов в двух местах можно установить фотоаппарат камеру или что-либо еще другое вот так выглядит этот замок вот в коробочке у меня а этот на я взял на более тонкую трубу с другим уже диаметром и вот как ходит работает язычок вот мы блокируем хоп перегородочка заблокировалась хоп открыли и так друзья мои повторюсь это я себе приобрел навигационный огонь lanako lc или ls 003 наверное будет все таки правильней lc 003 там есть по моему три или четыре вида таких навигационных огоньков я себе выбрал вот этот там кстати в инструкции написано что он еще автоматически включается когда стемнеет я еще точно не разобрался как эта функция действует и действует ли она на моем фонаре на этом навигационном огне или не на моем я еще толком не понял но буду разбираться вот я пытаюсь закрыть светодиод но он почему-то не вот это наверное функция первая самая аааа точно первый раз когда мы смотрите что происходит сейчас я вам покажу вот я на сейчас на свет его навожу на окно там окно он не работает вот я увел вот я сейчас прикрою о друзья мои это козырно он еще автоматически работает смотрите раз на свет а как стемнело он начинает моргать я правда не знаю зачем это нужно ну-ка я сейчас функцию переключу вот так на свет а только один 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 режим наверное только работает да только первый режим работает вот он первый режим он будет работать при включении это при как стемнеет я просто не могу понять зачем это надо то есть если я забыл в этом режиме выключить он меня что всю ночь будет вот так моргать о козыр ну эта функция не очень нужна я бы сказал она не нужна ладно все друзья мои на этом наверное все вот такие полезные девайсы для тюнинга наших лодок я приобрел себе мне они реально будут полезны нужны ли они вам полезны они будут вам думайте уже сами все всем рыбацкой и жизненной удачи всем благом друзья мои и 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 Продолжение следует...